...обычного фейсбука, где сидят очень многие наши уважаемые люди в этой социальной сети. И даже сейчас, когда закрыт социальный форум, который также превышал тот же самый фейсбук, суммарная аудитория закрытых форумов опять же превышает. Это же все не утаишь, и это все равно все пойдет и по республике, буквально пока мы говорим, кто-то уже пишет на форуме и описывает, как здесь вот поют кришнаит. Это просто, извините, это просто позорище то, что сделано, мое личное мнение. Спасибо большое. Дорогие друзья, у нас тут еще записываются. Есть следующее предложение. Организационным комитетом, понятно, что формально выступил в качестве организатора этого мероприятия, я направил заявку в государственную администрацию, но очень много людей, с которыми я лично даже не знаком, ознакомились по интернету, вырабатывали проект решения резолюции. Мы распечатали несколько десятков экземпляров этого проекта. Сейчас этот проект мы передадим вам. Посмотрите, почитайте, есть Елена. Если за основу мы принимаем эту текстовку, то к концу митинга мы этот вопрос будем рассматривать и будем принимать, как положено на любом митинге, чтобы была результативность нашего мероприятия. Мы будем принимать резолюцию. Пожалуйста, читайте, передавайте друг другу. Делайте это только достаточно аккуратно и вежливо по отношению к тем, кто еще будет выступать. Вот у нас записался Павлов Александр Иванович, пенсионер Малоежный. До Террасполя до сих пор остался, как говорится, бомжем, хотя у меня дом в два этажа в Малоежном. Не могу туда, к кому не обращаюсь, и к Деруно обращался дважды. И все не доказано, и все будет здорово. Вот у нас власть, закон и демократия. Спасибо. Спасибо, Павел Александрович. Как минимум, вы об этом сказали. Я бы хотел слово предоставить. Наверное, у нас вот еще есть три докладчика, и мы будем подводить черту. Или есть еще желание продолжить? Будем подводить. Хотел бы слово предоставить Литвинчук Александру, город Бендеры, отделение социал-демократической партии. Пожалуйста. Уважаемые граждане, речь идет сейчас об информации. Информация – это оружие, крепкое и сильное оружие, рука, тех, кто пользуется. А правда, это очень страшное оружие. И вот представьте, если информированные люди говорят правду, и люди еще честные. Так вот, во всем мире, в свободных странах, к людям обращаются господа. Господин имеет одно привилегию – говорить правду. Имеет свободу на правду. Мы же не господа. Мы – электораты, которые времени от времени подкидывают это слово якобы правду. В Продистровье всегда было полуправда. Мы говорим «республика», а республики у нас и не было. Мы сражались за республику, а получили при Смирнове княжество. Так? Да. Правило семейка. Сейчас Смирнов ушел, все забыли, как нам хорошо про нем жилось. Где семья Смирнова, где Смирнов, на Кипре сын его. А мы же, нас было 750 тысяч в 90-м году, осталось ли 400. Это с учетом тех, кто здесь прописан. А в основном все это 400 гастрабантов. Остались бабушки, дедушки, нищие. Какая мы республика? Мы даже не феодальное княжество. Через пять лет мы будем выбирать не президента, а председателя колхоза. Потому что вымираем, у нас кладбище переполнено. Так что господа так живут? Нет. Так в республике живут? Нет. Вот депутат нас уважаемый собрал? Да. А где вы раньше были, когда так хорошо жилось в Смирнове? Все молчали? Да. Все боялись. Как тогда были запуганы, так и сейчас запуганы. Одни правду говорили. Вот Радченко сейчас не может говорить, потому что не говорит. Бучацкий правду говорил. Вот товарищ правду говорил. Да. Остатки остались. Так что давайте почувствуем себя господами. Давайте к этому как-то привыкать. Да. Давайте правду говорить хотя бы друг другу не на кухне, а в троллейбусе. И потом может быть и правительство нас прислушивается. А мы пассивный электорат. Кучка прохиндеев захватила власть. Выкачивают с нас все, что может. Они жируют. Они могут себе позволить и коттеджи, и кипр, и пятое, и десятое. Что наша бабушка может позволить? Что вы можете позволить? От силы съездить в Москву, заработать на билет, там поработать. Абирать надо. Да. И все. Поэтому, поймите правильно, господин, он всегда господин. Он не боится ни пуль, он не боится ни решеток, он господин везде правду скажет. А электорат будет дуть в трубочку, тихо, и отдавать честь. И взяточку тихонечко дать, чтобы где-то как-то выгудиться. Спасибо. Извините. Спасибо. А где еще об этом не говорить, как на нашем митинге? Я бы хотел предоставить слово еще двум выступающим. Это Кардана Виталий Николаевич, Коммунистическая партия КПСС. Ну, не можем не предоставить, если же другие организации. Уважаемые товарищи, в 91-м году мы очень легко сдали Советский Союз. В декабре 2011 года мы очень легко сдали Белнестровскую Болгавскую Республику. За предательство надо платить по считателю. И нынешняя власть так и восприняла. Если так легко она пришла к власти, то так легко можно закрывать всем рты. Я не согласен с Александром Акимовичем. Он сказал о коммунистах. Харжан Олег Олегович и его партийная организация ничто иное, как территориальная партийная организация господина Вороны. А мы коммунистическая партия Советского Союза. Мы всегда были в оппозиции власти. Не будем агитироваться с вами партийной. Нет, я секундочку. Всегда были в оппозиции власти. Но никогда Смирнов и власть нас не преследовала, а с нами всегда беседовала. Сейчас, к сожалению, другие времена. Нас не слышат. Нас не слышат. Может быть, не хотят. Поэтому, если хочет кто-то отставки кого-то, чего-то, это господин Ворона и его, скажем так, Вороненок. И мы к этому никакого отношения не имеем. И еще одно самое главное. Пока жив хоть один коммунист, КПСС жива. О такой партии, как господина Вороны, Вороненка. Иосиф Вестерионович в свое время сказал про партию Мао Цзэдуна. С виду красный, а внутри белый. А здесь, мне кажется, уже и даже не белый, а черный. У нас полная палитра всех мнений, практически полная палитра политических партий, выступлений. Еще раз повторюсь. Хотел бы слово предоставить и подвести черту под выступлениями, потому что никто больше не записывался, и мы не злоупотребляли вниманием друг друга. Это журналисту Льву Александровичу Крионову. А кто снимать будет? Ну, есть, есть. Смотрите. Даже на выступлении человек работает. Я, к сожалению, говорю очень тихо, поэтому не могу громче говорить. Поэтому как-то вот выслушайте меня, хотя я и, может быть, не собирался ждать только. Ну, вот один маленький исторический пример. Когда диктатору Сулли, этот Древний Рим, пришли и донесли, что вот есть первые шаги, не очень такие толковые, начинающего политика Юлия Цезарь. Он так посмотрел, посмеялся и сказал, ну, наплевать и забыть. Это не серьезно и мне не угрожает. Так вот, историк, который этот случай описал, он сказал, что нельзя ни в коем случае считать незначительными первые шаги в любом деле, какие бы слабые они не были. Это очень правильно. Сегодня мы с вами делаем первый шаг. Впервые в истории, в новой истории Приднестровской Молдарской Республики состоялось протестное мероприятие против действующей исполнительно-президентской власти. Это очень важно. Независимо от того, какой будет итог нашего митинга, какое будет продолжение этого митинга, уже сам факт этого митинга вошел в историю Приднестровской Молдарской Республики. Мы с вами митингуем по не самому важному, может быть, факту, не самому тревожному факту сегодняшнему в нашем Приднестрове, потому что есть просто трагические факты. Стоят заводы, точнее говоря, положены на бок заводы этой президентской власти. Просто плакать хочется. Лишены льгот, несчастные наши пенсионеры на автобусе не могут ехать. Я не буду перечислять. Вот это действительно трагические события. И люди, которые попали под эту молодилку, им нельзя молчать, им надо так же выходить. Мы с вами говорим о свободе слова. О свободе слова. Но, несмотря на то, что это как бы меньшее зло, которое здесь в нами воспринимается сегодня, свобода слова – это начало всех начал. Значит, что мы хотим сегодня сказать? Мы, конечно, не случайно объединили отсутствие свободы слова и полный провал в экономике. Что нам сегодня надо делать дальше? Я считаю, что нам нужно первое – это объединить наши ряды, наши силы. Создать обязательно какую-то постоянно действующую группу людей, которые будут заниматься этим вопросом, разблокированные сайты в частности. Дальше нам необходимо вдохнуть надежду и укрепить, я написал, уверенность наших людей в достижении этой цели. Это очень важно. Нас принизили, нас унизили, нас топчут ногами. И мы уже как бы поддаемся этому. Так вот, я хочу вам сказать, дорогие друзья, не надо. В основе рабства лежит только рабство. Не будем рабами. А что 20 лет с ними рабами? Секундочку, дайте секундочку. Нам нужно находить союзники. Главным нашим союзником является сегодня Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики. Нам нужно всячески его поддерживать, но критиковать конструктивно. Тем не менее, понимая, что это единственная сегодня структура, которая может ситуацию не изменить. Короче говоря, нас ждет большая разъяснительная работа, вот я тут написал. А разблокирование сайтов, это условие для этой разъяснительной работы. Закладки предпродали все заботы за копейки. А теперь печальник сам говорит, что пока работа плохо. Спасибо. Дорогие друзья, секундочку. Дорогие друзья, одну минуту. Мы здесь не представляем, предоставляем площадку для выступления. Но, как я сказал, уже раньше ее отмечали выступающие. Свобода – это ответственность. Мы не говорим, что одна ведь власть лучше, другая хуже. Каждый должен делать свое дело. Но лучше оно получается только тогда, когда мы объединяемся и знаем, что делать. Разрешите мне предоставить слово Ирине Алексеевне Щербининой и подвести итог и перейти уже непосредственно к резолюции. Пожалуйста, Ирина Алексеевна. Спасибо. Вот мы тоже уже знакомимся. Спасибо, что предоставили слово. Я скажу честно. Проанализировав то, что у нас было 20 лет при Смирнове, я голосовала за действующую власть, за Шевчука Евгения Васильевича. Лично его я выбирала, лично за его я агитировала. Я видела то беззаконие, которое творилось при Смирнове. Но, проанализировав ситуацию и сейчас, я столкнулась с той же самой проблемой. Я работала до пятницы этого года, до должности начала баранда, согласно своему высшему медицинскому образованию. В нашем министерстве здравоохранения и министерстве экономики и соцзащиты есть ряд приказов, которые закреплены законодательно. Эти приказы есть в САЗе. Они были и при Смирнове, и есть сейчас. Один из них, это 262 приказ о должностях работников здравоохранения 2003 года, согласно которой на должности заведующих не берут лиц с ним медицинские образования. На данный момент приказ 834 от 3 ноября 2011 года, согласно которому на должности заведующих также назначаются только лица с высшим медицинским образованием. Те люди, которые при Смирнове поднимали этот вопрос, были уволены по настоянию главного врача и может быть даже по связи с министерством. На данный момент подняла этот вопрос я, потому что при нашей заведующей, не медработнике, работать было просто невозможно. Итог, меня выжили из данной организации. Главный врач, Ростов-Саной Трудовой договор, по причинам даже мне неизвестны. По статье меня не уволили, привели только какие-то необоснованные факты, фальсифицированные. Они обосновали также, что как бы я по своему желанию Ростов-Саной Трудовой договор с ними. То есть даже сам документ о расторжении Трудового договора был составлен неправильно. Но на данный момент я являюсь безработной лицо с высшим медицинским образованием, отработавшей в этом структуре с 2005 года. Наш министр здравоохранения утверждает, что в лаборатории не хватает врачей. Но я именно тот врач-лаборант, который, как и прежде, выживали из лаборатории лица с медицинским образованием при Смирнове и продолжают выживать их сейчас. Я все-таки считаю, что Евгений Васильевич выставил лозунг «Порядок будет». И считаю, что он должен его навести. Но чтобы его навести, нужно, чтобы наши министерства соблюдали те приказы, которые прописаны на бумаге. Почему? Потому что в моем случае прокуратура дала правильный ответ. Она дала предписание в адрес министерства. Освободить данное лицо от занимаемой должности в связи с тем, что они соответствуют образованию. Но нарушило этот приказ именно министерство. И спасибо также ДНЕСК-ТВ и форумам, которые в свое время, в 2012 году еще изначально, осветили мой вопрос. Потому что другие телевидения первоочарно отказывались его осветить. Эта проблема была также поднята на форуме. В общем-то, с этого момента и учились на меня мнения. Потому что я считаю, что свобода слова закреплена в Конституции. Свободу слова нельзя отменять. И мы, как демократическое государство, должны именно оставить свободу слова. Потому что проблема освещается тогда, когда она есть. Если проблемы нет, то человек занят благоустройством своего жилища, своей личной жизнью, досугом и прочее. Если у человека все нормально. А если есть проблема, то не надо говорить, ее надо решать. И людям нельзя закрывать рот. Спасибо. Спасибо. Я еще раз приношу извинения за отсутствие электроэнергии, которую нам любезно отключила госадминистрация. И поэтому, может быть, задние ряды не так хорошо могут услышать то, что говорится. Уважаемые друзья, мы постарались вот распространить тот проект резолюции, над которым, честно скажу, дорабатывали его буквально сегодня еще утром. Потому что приходили заявки на почту, люди писали. И в этом отношении велась работа. У меня вопрос. Мы зачитываем проект резолюции полностью? Да. Зачитываем. Зачитываем. Инициативный круг граждан по проведению митинга заявляем протест в связи с закрытием доступа к ряду интернет-ресурсов Приднестровья, партии Родина, здесь идет перечисление, лента ПМР для Днестровского социального форума, социально-политического форума, открытого форума, сайта ПМР РФ, свободного форума, форумов вниз к РУНЕК и вниз к РУНЕК. Данные интернет-ресурсы отражали мнение и оценки как граждан ПМР, так и зарубежных пользователей интернета. Под самым разным вопросом в жизни Приднестрова актуальными были обсуждения, принимаемые решения и действия органов власти Республики. При этом пользователями интернета приводились конкретные цифры и факты, свидетельствующие об ошибках и просчетах властей нашей страны, а также предлагались альтернативные пути решения стоящих перед Приднестровьем. Но на сегодня неизвестны не только причины, инициаторы и исполнители закрытия доступа к интернет-ресурсам, но не выражена официальная позиция президента и правительства. На каком основании произведено абсолютно незаконное лишение граждан Приднестровья права доступа к указанным ресурсам? Более того, глава государства, призванные защищать права и свободы граждан Приднестровья, неофициально фактически одобрив блокирование к интернет-ресурсам. Вместо того, чтобы учитывать все точки зрения своей политики, власти перешли к фактическому подавлению илокомыслей. Такие действия власти являются грубыми нарушениями статей 27, 8, 9, 45 Конституции Приднестровья. Закон о Приднестровье об информации, информационных технологиях и защите информации в других нормативных актах. Причина такого зажима информации проста. Катастрофические результаты правления нынешних властей за 555 дней руководства. Блокирование информации и закрытие данных говорит о неспособности президента и правительства ради выхода из этого провала в экономике и социально-политической сфере. Мы убеждены, что подобные методы запрета не только не помогут решить существующие проблемы, но еще больше усугубят ситуацию в Приднестровье. Более того, нарушение закона в Приднестровье, в Приднестровье международных норм в сфере получения, распространения информации, вагоны слова и прав человека, дискредитируют нашу республику и подрывают ее позиции на международной арене. Участники митинга считают, первое, немедленно разблокировать фактически запрещенные интернет-ресурсы, восстановить свободный доступ к ним пренестровских пользователей всемирных сетей. Второе, обратиться к прокурору и провести прокурорскую проверку по фактам нарушения в ПМР прав человека в сфере доступа к информации и распространения информации. По итогам проверки провести необходимые действия прокурорского реагирования целью восстановления законности и наказания виновных лиц. Это то заявление, о котором говорил Александр Акимович. Третье, организовать рабочую группу, от себя добавляя всех заинтересованных сторон по внесению изменений в действующее законодательство о недопустимости блокирования интернет-ресурсов без решения суда. И раз под 7 июля 2013 года. За основу принимаем? Да! Второй вопрос. Принимаем резолюцию? Да! Дорогие друзья! Мы сегодня сделали только первый шаг. На очень большом, тяжелом пути отстаивания своих прав. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас это время в организации именно этого митинга. Я хочу особо поблагодарить ребят, которые бесчадно нас критиковали за организацию этого митинга. И я хочу поблагодарить всех людей, кто сегодня пришел и не побоялся. На самом деле, нас намного больше. И интерес к этому мероприятию очень большой. И эффект от нашего сегодняшней встречи будет также очень большой. Но впереди большая работа, впереди большой долгий путь. Но я уверен, мы его преодолеем. И не верьте тому, что все сегодня показывает официальная пропаганда. Находите альтернативные источники информации. Делайте выводы и только тогда принимайте для себя единственное решение. И в конце концов, сегодня большой праздник. И он, я вас всех поздравляю. И могу еще раз сказать, такие мероприятия мы будем проводить в дальнейшем. Потому что мы только в начале пути. Большое спасибо. Благодаря друзья. Я, конечно, немного помоложе. Мудрых акцакалов. Но я считал, что принятие резолюции, словом да, является голосованием за резолюцию. Просят, подсказывают наши юристы. Кто прошел 90-е годы, прошел митинг и организация. Просят проголосовать за резолюцию поднятием руки. Кому, конечно, не страшно. Кто против? Единогласно. Поздравляем. Я спасибо. Удивитесь за отсутствие аппаратуры. За счастье года. За отсутствие хороших песен, которые мы вам сегодня приготовили. Но самое главное сделано. Большое спасибо. И вам спасибо за организацию. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...